Адаптация в обществе. Как в Чувашии работает программа по образованию детей с расстройствами аутистического спектра. Полет инженерных идей. Новочебоксарские кванторианцы победили во всероссийском конкурсе. Цена вопроса. Сколько стоит испечь блины по классическому рецепту? Помощник полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин свой рабочий день провел в Чебоксарах. Он побывал в учреждениях, где уже накоплен определенный опыт в области инклюзивного образования. Классы, конечно, отдельные. А вот все остальное, как у всех. Ребята находятся в обычной среде, рядом со сверстниками. В республике работает социальная программа. Она включает в себя целый спектр медицинских и социальных услуг для таких детей. Это и выявление аутизма на ранней стадии, и подготовка педагогов, и сопровождение в детском саду, и спортивное развитие. Сегодня подобная программа существует лишь в трех регионах нашей страны. Когда мы говорим о проекте по работе с детьми, которые болеют аутизмом, очень сложно говорить о достижениях. И, наверное, главное, на чем я хочу сакцентировать, что мы только на начале очень долгого пути. Но при этом мы на несколько шагов опережаем регионы с точки зрения серьезной, настоящей, честной работы с ребятами, которые страдают данным видом заболеваний. Адаптация их в обществе – длинный и сложный путь. Он занимает не один год, но его можно успешно пройти, когда есть желания, возможности и помощь государству. Владимир Колчин побывал в Чебоксарской гимназии номер 5 и детском саду номер 7 «Созвездие». Здесь созданы максимально комфортные условия для развития особенных детей. Трудятся профессиональные педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, работают кружки и секции. Первый шаг – это понять, что нужно сделать педагогическому коллективу, чтобы на будущий год открытый ресурсный класс смог действительно реализовать полностью свою программу вместе с детьми. Второй шаг – это улучшить качество сотрудничества с родителями. Третий шаг – это когда мы понимаем, что у каждого ребенка есть особенности, и эти особенности должны реализовываться и в программе дополнительного развития. На встрече присутствовали и родители. Сыну Татьяны Пичугиной 17 лет. Диагноз «РАЗ» поставили в 4 года. Сначала занимались дома, позже в специализированных учреждениях. Гимназия номер 5 учится второй год. По мнению матери, результат налицо. У них здесь связь между тьютером очень хорошо налажена. Они общаются очень хорошо. Без меня все происходит. На сегодняшнем собрании для меня самым главным стало то, что подняли вопрос об итоговых экзаменах по окончании 9 класса для моего сына. Проблематику услышали. Мои пожелания, мои беспокойства услышали. И я думаю, что вопрос решится в лучшую сторону для моего сына. В республике зарегистрировано 307 человек с диагнозом «РАЗ», в том числе 290 детей. Статистика показывает, что количество таких детей ежегодно увеличивается. Поэтому принято решение со следующего учебного года создать в каждом районе столицы так называемые ресурсные классы, где будут учиться дети с особыми образовательными потребностями. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Как дети с расстройствами аутистического спектра проходят лечение, помощнику полномочного представителя президента России в ПФО Владимиру Колчину показали в реабилитационном центре для детей. В Чебоксарах в центре на проспекте Мира проходит реабилитацию дети с различными ограничениями здоровья со всей республики. В том числе на учете состоят 125 детей с расстройствами аутистического спектра. Наш реабилитационный центр, подключаясь к реабилитации таких особенных деток на этапе раннего возраста, добиваются хороших результатов. Более 80% детей, которые у нас получают здесь услуги педагогов, врачей, помощи врачей, помощи логопедов, психологов, достаточно эффективно. Более 80% детей имеют положительную динамику. Аутистического спектра у детей, тем лучше проходит их социализация. В дальнейшем они могут учиться в обычных школах. Чувашия одной из первых подключилась к общественному проекту ПФО «Ментальное здоровье». Раннюю диагностику в регионе прошли 86% детей из целевой группы. Это лучший показатель в округе. Есть хорошие практики в регионе о том, что очень хорошо работает первичное звено, это поликлиники, где ранняя диагностика происходит детей, происходит раннее выявление. И, собственно говоря, потом эти дети как раз попадают в этот центр, где мы сейчас находимся и уже назначаются маршрутами, разными маршрутами коррекционно-развоящие занятия. Есть очень хорошие практики для того, чтобы их перенести в другие регионы из республики Чувашия. В пятой школе там достаточно очень хорошая инклюзия организована. Это очень здорово, потому что инклюзионные вот такие классы, ресурсные классы, автономные классы, это вообще достаточно нераспространенная пока организация процесса образования. Поэтому там есть колл-центр, куда могут звонить родители для того, чтобы получить первичную помощь в виде информации, по крайней мере, для того, чтобы какие-то действия предпринимать, горячие линии, по сути дела. Это, значит, тема востребована и нужна. Вот это я видел впервые, вот если честно, работа колл-центра, работа с родителями. В планах окружного проекта «Ментальное здоровье» увеличение количества педагогов, специализирующихся на работе с детьми-аутистами, внедрение новых коррекционно-развивающих занятий в детских садах и школах. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошел форум деловых женщин. У каждой предпринимательницы своя история успеха. Они поднимали свой бизнес, строили семью и растили детей. Осили духа, внутреннем стержне, вере и надежде в нашем материале. Это только внешне, они хрупкие и ранимые. На самом деле эти женщины дадут фору любому мужчине. Они строят дома, владеют бьюти-индустрией, создают новое производство. Да мало ли что может прекрасная половина человечества. Их роль в экономике и в жизни трудно переоценить. Именно вы несете вот такое новое веяние в деловое, в деловое нашей жизни, когда получается, что вот бизнес или предпринимательская деятельность автоматически с собой вместе развивает и доброту, и организовывает то пространство, которое как внутри коллектива, так и рядом с этим коллективом, в самой услуге, либо продукции, которую делают или производят те предприятия, хозяйствующие субъекты, которые вы руководите, либо вами организованы. И за что вам огромное спасибо. Они всем уже доказали, что многое могут и готовы помогать новичкам. Не бойтесь быть сильными. И просто не бойтесь быть самой собой. Не бойтесь найти свой талант. Он у нас у каждого свой. Он у нас у каждого теплится и просит вырасти. Участниками необычной встречи стали и бизнес-леди из других регионов страны. Их опыт очень интересен тем, кто только начинает собственное дело. Я сегодня расскажу об эмоциональной стороне наших бизнес-леди. Потому что 20 с лишним лет я делаю проекты для самых красивых женщин, для мам. И, конечно же, среди них очень много, так сказать, выдающихся, я бы сказала, сегодня современных наших дам, которые занимаются бизнесом. Она должна переключаться. Бах! Дисна бизнес-леди. А тут она одела королевское платье. И вот, собственно говоря, примеры, они просто в моем случае, они уникальны. Как оставаться на плаву и не перегореть в бизнесе? Как помогает его введение знаний делового этикета? И можно ли превратить хобби в успешный бизнес? Вопросы, ответы на которые у всех разные. Почему именно женщина должна иметь отношение к строительству? Потому что все социальные объекты, которые инфраструктуру создают, может только создать женщина, которая заботится о детях и о своем будущем. Ольга Михайлова, 13 лет, работает в сфере юриспруденции. Для нее участие в форуме – отличная возможность для усиления бизнес-кооперации. У меня сегодня есть возможность поделиться с их опытом работы, рассказать о своей деятельности, каким образом на территории Чувашской республики здесь вот я в сфере юриспруденции сейчас вот работаю. Сегодня, например, предпринимателям, женщинам оказывают поддержку, в том числе организовав такое мероприятие на данной площадке. Я считаю, это также является мерой государственной поддержки. Подобные встречи формируют в регионах сообщества активных женщин, желающих изменить жизнь к лучшему, дать рабочие места. В рамках форума ФАЕ была развернута экспозиция, где женщины-предприниматели представили свои творческие работы. Талант он во всем. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Выборный год. Партия «Единая Россия» объявила о начале проекта «Полит-стартап». Благодаря участию в нем молодые люди могут принять непосредственное участие в политической жизни Республики. Уже из названия ясно, что это кадровый партийный проект. Здесь ждут молодежь с активной жизненной позицией, готовых попробовать себя на общественно-политическом поприще. Чтобы зарегистрироваться для участия, достаточно зайти на сайт политстартап.ер.ру. Регистрация продлится до 5 мая. Участники будут разделены на команды. Они начнут обучение под патронатом региональных наставников, что поможет им попробовать свои силы в праймере с «Единой Россией». Предварительное голосование – важный этап выборного процесса. Каждому молодому человеку, который хочет себя попробовать в общественно-политической жизни, необходимо предучастие в этом кадровом проекте «Полит-стартапа». Поскольку он будет не один, у него будет наставник, ему будет подсказывать, он вправе ошибаться. Я, например, в прошлом году при муниципальных выборах городского собрания депутатов Чебоксарская загрязывался тоже на «Полит-стартапе», и там очень много интересного вебинара, когда назначают наставника. Очень приятно, когда обращается такое внимание, учат, реально обучают этому. Почему? Это в книжках не прочтешь. А когда онлайн, даже оффлайн общение, когда делится своим опытом, это много чего стоит. Любое голосование должно проходить в соответствии с законом. За ситуацией на выборах следят штабы общественного наблюдения. И хотя единый день голосования состоится в сентябре, в муниципалитетах уже начали готовить наблюдателей. В республике будут выбирать депутатов Государственного совета Чувашской республики, депутатов Государственной думы России. Штаб общественного наблюдения, который был создан в прошлом году и доказал свою эффективность, провел первое заседание. Напомним, в него вошли члены общественной палаты, представители организации, доверенные лица кандидатов, участвующих в выборах. После небольшого перерыва штаб активизировал свою работу. Территориальный штаб создан на площадках общественных советов. Поэтому рекомендуется информировать деятельности территориальных штабов как раз в группах и пабликах общественных советов. Если у муниципальных образований нет в сети интернет пабликов общественного совета, то просим до 15 марта сформировать группу в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Фейсбук, отмечать хэштеги и информировать о деятельности территориальных штабов. Долгострой Алзы в микрорайоне Соленое будет достраивать фонд защиты дольщиков. Арбитражный суд Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании передал фонду земельный участок с недостроенным объектом и все обязательства застройщика по завершению строительства и передаче квартир владельцам. Выйти на стройплощадку новый застройщик планирует в мае, а сдача дома ожидается во втором квартале 2022 года. Строительная компания Алза должна была сдать дом еще в 2017 году, но достроить объект не смогла. В сентябре 2020 года Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение завершить строительство позиции 5. Стоимость работ была оценена в 444 миллиона рублей. Своей квартирой ожидают более сотни дольщиков. В торговом центре «Каскад» на 4 дня снова открыли пункт вакцинации от COVID-19. Сегодняшнего дня и по воскресенье здесь примут тех, кто ранее уже сделал прививку первым компонентом. Уже прошли положенные три недели. Тогда прививку сделали 327 человек. Большинству более 60 лет. А с 25 по 27 марта в прививочном пункте ждут тех, кто сделал прививку с 4 по 6 марта. Пункт вакцинации будет работать с 14 до 19.30. По данным Федерального оперативного штаба, в Чувашии сегодня заболели 45 человек. Выздоровели 38. Скончались 6. Продолжается вакцинация и на предприятиях Чувашии. Выездная иммунизация имеет много преимуществ. Удобно, комфортно, без отрыва от производства и никаких очередей. Вопрос, делать или нет, перед Валентиной Чернявской не стоял. Узнав, что вакцинировать будут на работе, она тут же записалась. Так как я каждый день езжу на работу на транспорте, и всегда в час пик особенно много народу, на работе мы с друг другом общаемся. И у меня мама, и я очень боюсь ее заразить, не дай бог. Опрос, осмотр терапевта, оформление документов. Необходимые процедуры для тех, кто хочет привиться. Процедура проводится как обычная прививка. Вводится в верхнюю вторую треть плеча. Процедура все переносится хорошо к пациентам. Никаких особенностей в принципе нет. Вакцинация на предприятии ничем не отличается от больничных условий, но имеет ряд преимуществ. Быстро, удобно и без отрыва от производства. Опыт у нас имеется. Мы здесь регулярно проводим вакцинацию против гриппа. Все условия для этого созданы. Тот момент, что сейчас мы вакцинируем свежезамороженные вакцины, для транспортировки у нас имеется соответствующий термоконтейнер, содержащий хладоэлементы. То есть условия транспортировки и хранения мы строго соблюдаем. На заводе имени Чапаева в течение месяца планируют привить всех сотрудников. Ольга Алексеева, Виктор Степанов, Республика. Полет инженерной мысли учеников Новочебоксарского технопарка «Кванториум» оценили на российском уровне. Практическая польза их проектов удивила даже опытных экспертов. Ребята будут защищать честь республики и страны на международном уровне. Здравствуйте! Появляясь в нашей кофейне, перед вами появляется меню. Избоку вы можете перейти по ссылкам на сайт самой кофейни, чтобы узнать о ней побольше. А после вам потребуется пройти на рабочее место бариста. Надев виртуальные очки, можно погрузиться в атмосферу кофейни, дизайн которой подготовила Ульяна Васильева. Евгений Новиков обеспечил техническую сторону вопроса. На разработку приложения по условиям конкурса у них было всего два дня. Ребята справились. Среди 29 команд из разных регионов страны именно их работа признана лучшей. Это приложение Вертренажер, которое поможет и ресторанным бизнесам в принципе обучать новых сотрудников функциям баристы. То есть научат, как правильно делать кофе, начиная от помола зерен до капучинатора. Мы знаем, что мы готовы, мы это делали, мы учились, нас обучали. И поэтому мы как-то так все делали без напряга особого. Старались, работали, шли к поставленной цели. То, что мы действительно приехали выигрывать. И мы топились своего. Выполняя конкретное задание, будущие специалисты осваивают профессию намного быстрее. Для ребят участие в подобных проектах – отличная стартовая площадка. По мнению их наставника, изучение программ 3D-моделирования открывает новые горизонты. К примеру, у нас есть ученица Ульяна, она была приглашена в дизайнерский центр в городе Чебоксарах для прохождения практики на базе вот этого дизайнерского центра. Сейчас вот у нас приходила Ельнинская роща, то есть организация Ельнинская роща, и просили они сделать им проект, саму Ельнинская роща. То есть как она будет выглядеть, и как она в будущем могла бы выглядеть. А вот эти любознательные ребята из Energy Quantum по-своему закрыли вопрос, который сегодня беспокоит многих родителей. Они придумали, как отвлечься от гаджетов. Их проект одержал победу в финале всероссийского конкурса «Полёт инженерных идей», который прошёл в Альметьевске. Я думаю, это не столько актуально, потому что вот даже в школах на переменах все сидят в телефонах. Кто-то даже планшет приносит. И на уроки. И мы крепко задумывались над этой задачей. Мы подумали, можно же сделать какую-нибудь развивающую игру на обратной стороне чехла телефона, а также для планшетов. Можно на обратной стороне чехла поставить «Морской бой» и другие игры. Например, магнитные шашки. А это краудсорсинговый научный проект. Школьники с наставником собирают почвенные образцы, дают им характеристику. Следующий этап – определение видов бактерий и пробы для использования их в медицине и в быту. Ребята также вошли в число победителей всероссийского конкурса. В начале апреля они поедут представлять «Республику» на международной научной конференции. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. «Республика». Ты же дашь свои пусечки? Немножечку денежек. Что значит не дашь? В каком смысле мы банкроты? Нет, мой дорогой, это ты банкрот. Тайна старого замка, новая постановка. Готовить ее юные актеры начали еще в прошлом году. Но пандемия несколько скорректировала планы. Сейчас спектакль полностью готов. На сцене декорации, актеры в красивых костюмах, специальный свет. Именно эту постановку они и показали профессионалу. Это такая музыка, свет, декорации. Ребята неплохо работали, в принципе. Единственное, что, конечно, не везде, это если более профессионально так говорить, не везде правильные акценты сыграны, расставлены, может быть, правильно режиссером, но вот сыграны не везде. Как бы шутку я понимаю, но она не звучит так, как бы хотелось. Самое главное – это огонь в глазах и радость, и кайф от того, что они, в принципе, на сцене, и то, что они работают, на людей, что-то делают, танцуют, веселятся, смеются, шутят. И вот это вот самое важное. Главную роль в постановке сыграла Кристина Михайлова. В будущем она мечтает стать врачом-ортодонтом, но считает, что увлечение повлияло на ее характер. Раньше мне как-то было страшно подойти к кому-нибудь, что-нибудь спросить, выразить какую-то эмоцию, а сейчас я могу спокойно со всеми разговаривать. Благодаря театру у меня пропал страх. Перед публикой. И если для Кристины театр – хобби, то для Руслана Ефремова, возможно, будущая профессия. К искусству его приучила бабушка. Она была актрисой. Я всю жизнь жил в деревне, и мы с бабушкой всегда любили смотреть, получается, спектакли по телевизору. И она мне рассказывала про свое детство, свою молодость, как она сама играла. Вот она меня вдохновила, и я хотел стать таким же, похожим на нее. У меня всегда перед выступлением мандраж, волнение. Когда уже выходишь, первые две сцены сыграл, все, ты уже привыкаешь к этой атмосфере. Тебе нравится, как реагируют зрители, и ты на своей волне дальше идешь вперед. Андрей Аверин детально разобрал игру школьников. Удалось ли выразить характер сценических героев, правильно ли они подобрали интонации, насколько искренние эмоции. Сказывается у меня немножко ощущение, что вы немного, ну как, в голове не понимаете иногда, что я здесь должен делать. Вы будете выполнять четкое, конкретное действие, как говорил Тостоногов, логика действий рождает чувства. И тогда из себя выжимать ничего не надо. Актеры школьной труппы восприняли рекомендации мастера как сигнал к дальнейшему движению и профессиональному росту. Возможно, мы еще увидим их, но уже на подмостках известных театров. Я видел, как здесь движется посуда, открываются-закрываются двери, но голоса я не слышал. Кстати, что тебе говорит граф? Он требует вернуть какую-то раму. Хм, раму, очень странно. Может быть, это про ту раму, которая снялась с портрета? А где она сейчас? У меня в мастерской. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Мука, яйца, молоко, подсолнечное масло, соль, сахар по вкусу. Классический рецепт. Вся страна печет блины. В самом разгаре масленица. Сколько это стоит в нашем репортаже? В магазине выбираем все необходимое для блинов, смотря при этом на цены. Молоко возьмем 53 рубля за литр. Десяток яиц нам точно не потребуется, поэтому берем вдвое меньше – 39,50. Топпинг по вкусу. Купили сметану 250 граммов за 50 рублей. Еще потребуется мука. Покупаем килограмм высшего сорта за 39. Соль, сахар и подсолнечное масло на кухне есть всегда, потому на них не тратимся. По чеку у нас получилось 183 рубля 50 копеек. Печь блины для коллег будем с шеф-поваром Иваном Мешков в кулинарной студии. Нам понадобится мука, высший сорт, пшеничная. Дальше соль. Так, давайте так поставлю. Молочко, мука, масло подсолнечное, яйца. Рецептов блинов сотни. С Иваном будем печь классически. Берем 600 граммов муки, просеиваем ее, добавляем молоко и яйца. Соль, сахар по вкусу. Итого получилось около двух литров теста. Три яйца в целом здесь хватит. Ну, побольше положим побольше. А что дает яйца в тесте? Ну, вот как раз такую консистенцию, сдержанность теста, питательность и калорийность. Я готовлю как бы, как я обычно готовлю блинчики, как дома. Часто готовите блинчики? Ну, вот стараюсь на масленицу готовить, естественно. Ну, и на завтрак тоже периодически. Когда тесто готово, печем первый блин и обязательно пробуем его на вкус. Всего ли хватает соли, сахара? Вот поэтому и говорят, первый блин комом. Секрет выпекания блинов в тщательной подготовке процесса. Надо хорошо прокалить сковороду, нагреть масло и, главное, не торопиться. Коллеги с масленицей, угощайтесь блинчиками. Мы решили устроить по-настоящему праздничный четверг. Пробуем блины, сделанные коллегами по разным рецептам. У Екатерины блины получились диетические, без яиц. На выпечку она потратила 46 рублей. Один блин обошелся в 2 рубля 30 копеек. Мы на выпечку своей стопки из 30 блинов потратили 132 рубля. Получается, что один у нас стоил 4,40. Эксперты отмечают, что в среднем за год индекс блина подорожал на 3%. В основном из-за роста цен на растительное масло и яйца. Но традиция эта святое, так что не будем ее нарушать. Сегодня четверг, а четвертый день масленичных гуляний на Руси назывался «Розгуляй». Устраивали широкое празднование, уличные гуляния и начинали объедаться блинами. Приятного аппетита! С масленицей! Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика. Класс! Это были главные новости четверга, 11 марта. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!